На прошедшей неделе городская комиссия по самостроям приняла решение о необходимости сноса хостела для мигрантов, который строится в Киргизском районе Новосибирска. Ранее уроженцу Киргизии было выдано разрешение на строительство всего лишь садового домика в частном секторе. Но в итоге на улице пригородная появилось солидное трехэтажное сооружение. В итоге скандальной историей со строительством хостела для гастарбайтеров в Новосибирске заинтересовался даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На внушительное капитальное сооружение посреди частного сектора на улице пригородной в Кировском районе местные жители обратили внимание в апреле 2023 года. Эта коробка появилась внезапно и быстро пошла в рост. Мы видели, как закладывали фундамент. Все делалось очень быстро, ненадежно, стремительно. И уже по первому этажу мы видели, что это небольшие комнаты, что это общежитие. К юлю строительство трехэтажного дома вышло на финишную прямую. К тому моменту догадки жителей окрестных домов об истинном предназначении строящегося здания нашли еще больше подтверждений. Строители, которые строят этот дом, они сами проболтали, что строится общежитие для гастарбайтеров, которые работают на рынке. Даже на квартирный дом это не похоже, потому что одно окно – это одна комната. По прикидкам здесь порядка 48 комнат. Жильцов-то будет как минимум 200 человек. По информации муниципалитета, в феврале 2023 года уроженец Киргизии получил разрешение на строительство садового домика. Однако в процессе, видимо, так увлекся, что расширил его до размеров полноценного многоквартирного дома в три этажа. Одно из опасений людей, проживающих на пригородной, вызвано тем, что коммуникации частного сектора попросту не рассчитаны на подобные сооружения. Если этот дом будут подключать, скорее всего, его подключат к трансформаторной подстанции частного жилого сектора. Они сейчас страдают от перебоя электроэнергии. Что будет дальше, только было бы известно. Но все-таки больше всего жителей частника и расположенных рядом многоэтажек беспокоит возможный наплыв иностранных гостей со всеми вытекающими последствиями. После того, как о хостеле для мигрантов сообщили СМИ, Следственный комитет организовал проверку, проведение которой взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Далее, после жалоб горожан, к процессу подключился муниципалитет. Мы не проводили технических каких-то кадастровых работ. Но на первый взгляд у специалиста возникло такое сомнение, что есть отклонение, было выдвано уведомление о приостановке строительства. Потом выездное обследование объекта на пригородной провели сотрудники госстроенадзора, которые установили признаки самостроя и передали эту информацию в профильный комитет мэрии. Следующим этапом стало решение комиссии муниципалитета по вопросам самовольного строительства, которое по факту приговорило скандальный хостел к сносу. Администрация района обращается с иском в суд по сносе объекта, либо приведение в соответствие с параметрами, которые утверждены в городе Новосибирске для индивидуальной жилой застройки. Так? Да. Предлагаю проголосовать, коллеги. Это решение, безусловно, порадовало жителей улицы пригородной. Однако реалии таковы, что процесс по демонтажу здания может растянуться на многие месяцы, а то и годы. Даже если будет решение о сносе, второй процент будет исполняться решение. Много есть решений судов о сносе, но они не исполняются. Много зданий Новосибирска, которые пришли сюда нужно снести, но они не сносятся, потому что либо приставы не работают, либо мэрия тратиться не хочет. Между тем спорный объект уже практически готов. К слову, в суд может обратиться и его владелец, чтобы легализовать самострой. Таких прецедентов в Новосибирске было уже немало. Для суда очень важно принести нужную бумажку, экспертизу, подтверждающую, что этот объект соответствует требованиям и нормам. Если такую бумажку суд каким-то образом, застройщик, добывает где-то в какой-то проектной организации, экспертной организации, то вот он обычно так и заканивается. Так что не исключен вариант, что гостиница все-таки сможет принять постояльцев из ближнего зарубежья. И это наверняка приведет к росту социальной напряженности в частном секторе на пригородной. Я, конечно, не против того, чтобы в нашу страну приезжали люди из других стран, но с хорошими намерениями. Но чтобы они вот так влезали в микрорайон. И тут будет ужас, тут будет ад кромешный и для нас, и для них. Поэтому мы боремся.